Дальше Шеврю Самин поднимает такой вопрос, относится ли вот к пустому времяпрепровождению, которое не подобает искателю знания, игра в футбол. Шеврю Самин говорит, отвечая на этот вопрос, скажем, что игра в футбол допустима, допустима. То есть нет проблем. Ну, при следующих условиях. Первое условие, что одежда играющего должна прикрывать те участки тела, на которые запрещено смотреть посторонним. Потому что часто бывает, да, надевают какие-то там на себя шорты, трусы, открывают открытые бедра, еще что-то, да, у человека. Нет, одежда должна прикрывать те участки тела, на которые запрещено смотреть посторонним. Второе условие. Игра не должна отвлекать от выполнения чего-либо из обязательных предписаний, ваджб. Из-за того, что он там играет в футбол, оставляет ваджбаты, что нет, нельзя. Третье. Игра не должна сопровождаться недопустимыми вещами. Ругань, перебранка, оскорбления какие-то. Часто бывает в футбол, люди впадают в эмоциональный экстаз, начинают бронить друг друга, оскорблять, кричать, ругаться, материться. Четвертое. Игра в футбол не должна стать для человека привычкой. Потому что некоторым людям это присуще, которые весь день гоняют в мяч, говоришь, я говорю сами. Если человек играет иногда, чтобы немного развеяться, тогда в этом нет проблемы. Ну, тем более, что игра в футбол, да, она бодрит, она укрепляет организм человека. Но это не значит в то же время, говоришь, что искатель знаний может вот так брать мяч и разворачивать игру в любых местах, в общественных каких-то местах, на глазах у людей. Нет, это будет неприлично. Да, это не будет прилично. Но если он выехал на природу куда-то, да, там поиграл в футбол, в этом нет беды. Это не умаляет его достоинства как искателя знаний в таком случае. Спасибо. 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 Спасибо.